всем привет с вами бутик бутерброд с маслом это видео блог видеоблог и стать я буду смотреть эту камеру теперь этот влог получится очень культурным вот сегодня допустим я иду на балет сергея полунина вроде бы распутин называется балет иду со своим папой валерием селдовичем и со своей подруженцей ксении сергейной потом еще будет день когда я иду на симфонию по геншин импекту охуеть да симфония агеншин импакт ну там будет оркетика исполнять какие-то мелодии из геншина мне это интересно человек трясет руки трясутся трясутся чё ты трясаешься тут я рассказываю про то как я хочу со своей подругой волей поехать на два творческих маркета первый продаваться куча разной творческой фигни возможен даже геншин так как у меня не хватает памяти на телефоне чтобы заснять последний кусок промаркеты я решил оставить в этом влоге только три кусочка балет эрарта и симфония поэтому кусок промаркеты я буду снимать уже потом и соответственно выпущу уже другой видос не дома сейчас буду собираться и кстати хочу показать вам чем я пойду а вот сегодня пойду вот такой вот ну типа обычной рубашки таких вот штанах брючках и еще в свитере типа сейчас покажу уже одетый и помытый театр конечно такое не носит но почему нет я хочу такое надеть только они такие грязные щас бы их помыть такой какой-то гранж стайл в театр были вот ну вот так вот я иду простенько совку по бомжатски очень ой 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 скажи привет это 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 валерий селдович знакомьтесь а это 7 сергеевна и раз ой побежали кружок ось такие все нарядные ксения а да да можно можно но тут еще вот так вот красиво красота неописуемая пришли на презентацию нового айфона реально типа ну как называется карлик бандит как криминальный микроэлемент а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстане! И мне нужно ждать следующего такого дня! А у вас он сейчас будет следующим кадром! Следующий день! Хуяк! Что-то мне пришла в голову идея поехать в Арарту с мамой! Ну, блог культурный получается! Поэтому почему бы не так? Надо сейчас собираться! Мы договорились в три у метро встретиться и поедем вот на Ваську в Эрарту. Ну всё, я уже вышел. Вот так вот примерно я иду, а вот таков я. Рассказываю про саму Эрарту. Типа прикол такой, это музей современного искусства. В этом музее типа есть типа основная выставка, вот, и в одном, в отдельном корпусе, которое находится, а также ивентовые выставки в другом корпусе. Вот мы типа на них сегодня с мамой идём. Определённый какой-то промежуток времени есть и там организовывается выставка каких-то художников успешных, вот, или вообще не художников, творцов, так сказать. И сегодня мы на это посмотрим. На данном кусочке видео вы можете лицезреть, как я тереблю карточку-абонемент в Эрарту. Этот абонемент действует целый год, ну, то есть с момента покупки. Спросите, зачем он нужен? Ну, вы платите 500 рублей, чтобы бесплатно, получается, за целый год ходить на любые выставки в сей музей. Расскажи, куда мы идём. Мы с Олегом идём в музей современного искусства Эрарта. Мы там давно не были, потому что была пандемия. У нас якобы есть абонементы, которые уже недействительные. Видимо, нам придётся купить новые или восстановить эти, я не знаю. Сейчас посмотрим. Мы уже в Эрарте. Почти в Эрарте. Вот. Мне понравилось, что в Эрарте есть один вход, чтобы забрать вещи из гардероба, а другой для того, чтобы оставить их. И это прикольно. В этом музее совершенно невозможно заблудиться, потому что везде есть вывески с указателями, куда вам надо. Туристу следует посетить именно постоянную экспозицию, потому что там находятся в основном все такие вот экспонаты Эрарты. Но так как я бывал уже в Эрарте не раз и видел все эти постоянные экспозиции, меня по большей степени интересовали временные выставки. Потому что на временные выставки как раз таки даётся определённый срок. Ну, например, три месяца. И после этого срока появляется новая выставка. Этих временных выставок было овер дохуя, поэтому я снял для вас только самые такие интересные, на мой взгляд. И сейчас я о них расскажу. На первой выставке было запрещено снимать, но мне похуй, я мразь. Первая выставка называется «Шедевры без шедевров». Это упражнение на опустошение позволяет, с одной стороны, более детально подойти к анализу того, как каждый художник создавал свои творения, и с другой стороны пересмотреть или по-новому прочесть классику. Это говорит нам испанский фотограф и художник Хосе Мануэль Балестер, чьи эксперименты будоражат фантазия людей по всему миру. Будучи уже признанным и востребованным автором, он становится особенно известен после создания провокационной серии, где картины великих мастеров прошлого покидают их главные действующие лица. Сам художник называет эти работы упражнениями на опустошение. На первый план выходят детали, на которые раньше никто не обращал внимания. Это неожиданные предметы, архитектура, природный и городской ландшафт. Подчеркивается значимость пространства, которое ранее лишь окружало людей. Пейзаж и интерьер становятся главными героями холстов. И когда все живое с помощью современных технологий покидает полотно, мы видим, что жизнь продолжается, но она уже другая. За накрытым столом нет ни одного гостя, на поле боя нет ни души, лес, улицы и площади пусты. Все это так живо откликается в нас и напоминает о совсем недавних событиях. Разве не так выглядели непривычно безлюдные европейские города во время недавней пандемии? Шедевры, созданные несколько веков назад, неожиданно стали актуальными и в наши дни. Следующая временная выставка называется «Общая материя» от фотохудожника Габриэла Викболда. Нас всех учили в школе на уроках физики, что в мире нет ничего, кроме движущейся материи. Вряд ли мы тогда соображали, о чем шла речь, но мы не ставили это утверждение под сомнение, а просто повторяли его механически и, повторив много раз, принимали науку на веру. Идущие дорогой веры называли любые законы божьим промыслом, однако богов представляли себе по своему подобию и наделяли их действия логикой, понятной человеку. Художники способны продвинуться по пути поиска общности еще дальше ученых, что неудивительно. Там, где форма может определять содержание, нивелируются различия между внешним и внутренним, противоречия, не исключают друг друга и все становится проявлением одной непрерывной трансформации. В этом чудесном, гомеоморфном мире человек может стать травой или опавшим листом. Его волосы могут превратиться в сноп спелой пшеницы, а на лбу у него могут начать распускаться диковинные орхидеи, как это и происходит в работах Габриэла Викболда. Автор наглядно демонстрирует нам, что вселенная не центростремительна и не центробежна, человек не венец природы, не причина и не следствие, но узелок всемирной паутины не более особый, чем гроздь молодых бананов или седой лишайник. Викболд приглашает нас в мир, где нет проблемы преодоления конечности, борьбы за существование, необходимости доказывать свою уникальность и состоятельность. Персонажи художника живут жизнью водяных знаков, проступающих на листе бумаги. И хотя знаки несут самостоятельный смысл, первично в этом дуэте бумага, ибо знаки ее часть и ее порождение. Путешествуя по работам фотохудожник, мы убеждаемся, что в школе нас учили правильно. В мире действительно нет ничего кроме материи, и эта материя едина и неделима. Она вечно и в то же время постоянно меняется. В ней нет ничего лишнего, нет живого и мертвого, нет расстояний. А раз материя одна, и мы все ее часть, значит мы разные формы друг друга. Денис Мезенцев относится к художникам-мифотворцам, которые в своих работах обращаются к фантастическим сюжетам. Фантастика Мезенцева не соответствует классической концепции сюрреализма. Основоположники этого течения, склонные к апотажу, нарочно искажали привычное натуралистическое восприятие реальности, подчиняя его причудам своего подсознания. Денис Мезенцев создает свое собственное ответвление, более рациональное, чем сюрреализм, но близкое ему по духу, субреализм. Будучи современным художником, автор понимал, что стоит на плечах у гигантов, ощущая за собой всю историю искусств. Ему были близки и мастера высокого возрождения, и американский регионализм, иконой которого является Гранд Вуд с его американской готикой, и русский улыбок, и даже соцарт. Одним из любимых авторов Мезенцева был легендарный Ханс Гигер, создатель эстетики чужого и знаименного фильма. Художники были знакомы и обменивались работами. В 2004 году, в честь столетия со дня рождения Сальвадора Дали, состоялся международный фестиваль искусства «От сюрреализма до наших дней», где от каждой стороны участвовало по одному автору. Именно Денис Мезенцев был приглашен представлять Россию на этой выставке. Очевидна, общность Мезенцева с мировоззрениями художников прошлых эпох, и одновременно наблюдается большое стилевое разнообразие работ. Все о реалистических сюжетах автора зашифрованы перпетии его собственной жизни, образы родных и друзей. Его картины можно рассматривать бесконечно, обращая внимание на детали и досмысливая сюжеты, становясь таким образом соавтором работ. Субреализм Дениса Мезенцева о том, что любое восприятие человеком себя и окружающей действительности глубоко субъективно. Художник смотрит на все отстраненно, показывая нам, что реальность – это иллюзия. «Сны лампового телевизора» от Романа Ходырева Роман Ходырев – художник и музыкант, развивающий собственный стиль, ум-оптикл-арт. Художники-оп-артисты второй половины 20-го столетия, используя предельно рациональные инструменты, стремились создавать эффективные оптические иллюзии на плоскости, например, иллюзию движения. При создании своих произведений автор использует три основные фигуры – круг, квадрат и треугольник. В них отражены древнейшие представления человека о сакральном устройстве мира. Эстетика Романа Ходырева основана на мысли о том, что хаоса не существует, а вся материя имеет фрактальную структуру. Стоит только присмотреться. В цифровых работах художника перед нами проходит вся история человечества – от поклонения Солнцу и ликов древних богов до падения великих городов. И напоследок коллективная выставка «Голос городов». Словосочетание «Голос городов» ассоциируется с названием муниципальной газеты. В подобном издании вполне органично смотрелся бы репортаж с надноименного фестиваля уличной культуры, открывающийся со словами «Площадь перед зданием городской администрации собрало множество юных любителей стиля граффити и рэп». Эрарта и ВКонтакте с авторами предложили многочисленные аудитории начинающих художников и художников-любителей поделиться размышлениями о жизни в городе и опубликовать свое видение этой темы. Банальность названия, напоминающего газетный штамп, не помешала получить живой отклик. Художнику свойственно поэтизировать действительность, а обращаясь к повседневному опыту, он, собственно, и открывает в себе творца. Часть работ посвящена томрению духа в замкнутом пространстве и одиночеству, но многие авторы сознательно преображают родные бетонные фасады. На картинах они пламенеют на закате или переливаются всеми цветами в вечернее время благодаря свету окон. Отдельного внимания заслуживает изобретательность художников в передаче мистической атмосферы подъезда, безлюдного пространства, в котором можно ощутить пульс жизни целого дома. И разумеется, бетонные многоквартирные дома идеальны для рисунка карандашом и упражнений в поисках оттенков серого. Здесь важно обратить внимание, что городской пейзаж – это всегда изображение человека. Он может быть как автопортретом, так и картиной целого общества с его нравами и настроениями. В экспозиции «Бодрые деловые небоскребы» и «Пестрый торговый центр» соседствуют с элегическими руинами. Этим и хороша большая групповая выставка. Она позволяет посетить сразу несколько десятков городов по всей России и предлагает более сотни маршрутов для прогулки. Ну вот и так мы посетили музей современного искусства. Было, конечно, очень круто. Некоторые выставки были даже очень интересные, некоторые непонятные. Приезжайте тоже посетить этот великолепный музей современного искусства. Пожалуйста, приезжайте сюда и испытывайте эту грусть вместе с нами. Все. И это была я, Рената Литвинова и Аркадий Ипполитов из самого сердца Эрмитажа. Чтобы, ну, просто посмеяться с некоторых картин, удивиться, насколько бывает дорогая мазня за миллион рублей. Ну и, в принципе, просто весело провести время с пользой. Вы дальше там смотрите продолжение. Следующий день. Симфония по Геншин Импакту. Yes? Yes. Третий культурный день. Сегодня, а точнее уже через несколько часов, я буду слушать симфонию по своей любимой игре Эгэншину. Я сейчас сначала помолюсь, оденусь, а потом поедем в Дворец культуры имени Ленсовета на Петроградскую. Вот. Слушать симфонию. Послушаем, что за симфония. Да, по Геншину, как у оркестры и все дела. В общем, погнали. Хуёк. В общем, да, я готовый. Сейчас поедем на Петроградскую. Геншин Импакт покоряет не только геймплеем, увлекательным сюжетом или эффектными героями, но и волшебной музыкой, которая с головой погружает в атмосферу знаменитой ролевой видеоигры. Преданные фанаты ждут выхода нового региона не меньше, чем его музыкального сопровождения. Агентство Нео Классика предоставляет уникальную концертную программу, созданную на основе творчества одаренного китайского композитора Юпэн Чэня, чьи произведения вдохновлены традиционной китайской культурой и впервые в полном объеме прозвучат в исполнении виртуозных музыкантов оркестра Кагма. При входе в дворец культуры мне дали вот такую вот прекрасную программу. А вот и сам концертный зал. Вот список всех треков, которые прозвучали на этом вечере. Ну, я заснял, типа, самые такие мои любимые композиции, и сейчас будет их подборочка. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Короче, я не могу передать словами, насколько это было пиздато. Снимать я больше ничего не стал, потому что у меня уже заканчивалась память на телефоне, и поэтому концовочку я так и не записал. Так что попрощаюсь с вами на вот этом моменте. Ну вот и всё. Спасибо, что посмотрели этот культурный влог. Я надеюсь, вам он не понравился, и вы мне поставите дизлайк и негативно прокомментируете. А ещё отпишитесь от моего ютуб-канала. Ну всё. Всем спасибо. Всем пока.